Говорил, Лина у нас четверка, Санкинг тройка, это очень сильная линия, если там будет Спектра стоять, она просто будет страдать. Квапа у нас мид, Оракл пятерка и Мортен Керри, естественно. Нави, тройка Бист, четверка Рубик, пятерка у нас Кристал Мейден и Дум в миде. Дум все-таки в миде, Спектра Керри. Вот такие вот пихи, нестандартные, очень отличающиеся от Китая. Пока, ребят, если брать голду, то абсолютно равенство, никто не ведет, все в нулях. Ничего не понятно. А вот если брать лейт, если брать глубокий лейт, то мне кажется, по предпочтительной смотрится, ну, наверное, Нави. Хотя, с другой стороны, кстати, Ферзблат у нас делает команда Virtus.pro Prodigy, забирает у нас Emerson и 301 с голды забирает Оракл. Все-таки Ферзблат для Prodigy. Так, на Санкинга тут атака, тут, скорее всего, Санкинг никуда не идет, у Дума есть Дум, но тут и без него можно справиться. Можно еще и Блину подцепить, но Лина далековато ушла. Тут, кстати, Рубик приходит в центр, Квопа пытается вдобьи, приходит тут же Дум, Дум вешает, ну все, Квопа. Вот, ребят, о чем я и говорю, слишком нагло сыграл еще и Кристалик сюда на всякий случай прилетел. Хотя и так, сто процентов бы забирался бы человек на Квопе. Ну и 2-1, ребят, тысячу голды Нави ведут. ВК, Дискорд, либо Телега. Хоть куда заходи, по ссылке в описании и смотри, на что я поставил. Ответ на убийство, спектру подцепили. Вот так вот, спектра тут перетягивалась, помогала делать убийство и тут же ее убили. Так, Рубен. Ну вот Рубен тут, наверное, умрет. Шикарная анимация ультимейта. Ну, в СНГ собирают через Мидас, может быть, даже это правильно. А так, у нас на Диэма Рорко стуются, Диэма тут пытался уракал спасти, но нет, никак не по сути, можно еще и уракал подобрать, урна вешается уракал. С ботинком, ну, что-то под замедлением, там был, как-то очень медленно шел. А, ну, кабаны, кабаны, понимал, упасили. И в итоге вышку все-таки добили, сделали два фрага и Нави возвращает себе преимущество в тысячу. 5-3, 8 кило в 12 минутах. Интернешнл он не будет. Но в этом году не будет интернешнл он. Атака у нас тут на СНГ, опять фрустбайт, опять оракал сейвит, заглушение работает. Но, наверное, хватит урона или нет? Или не хватит? Нет, хватает урона и СНГ просто тут взрывается. Пузом кверху и отправляется в таверну. Но пока более уверенно Нави идут. Очень, очень радуют Дум. И заходят, заходят пятером прям по центру, на вышечку. Санкинг 10 секунд сидит в таверне, приходит сюда эпилептик. Как бы тут эпилептика не подцепили. У Дума, Дума нету. Квапа, Дума, атака на него. Сразу пытается Янга Джи спилить. И получается, Морника подловили на роли. Куда Морф-то пошел? Как можно было прыгнуть в Дума, где рядом стоял Бис? Рядом стоял Бис, Логи Бис дал рол, забрали у нас Рубика в ответ. Падает у нас Oracle, минус 2. Вышку добили силы света и можно отходить. Сделали все грамотно. Забрали Кора, забрали саппорта. На развороте падает еще и кристалка, но это два саппорта. Это всего лишь два саппорта, они потеряли вышку. И момент в пользу Na'Vi очередной. И хотят кого-то подловить, но никого не видят. Никого абсолютно не видят, все ушли. Так, нашли, нашли все-таки Oracle. Санкин приходит, пытается Oracle спасти, не получается. Спектра Ultimate кастует. Дум, готов Дум давать. Дум урну вешает, Дума пытается забрать Диэма. Диэма забирает даже без Дума. И в итоге минус 2. Подловили, казалось, что все, понялись. Вирту спор, поджи же, где находятся сопернов, но нет. Не поняли, подставились и умерли. Тысячу голды я даю, две тысячи опыта. И 10 первых фрагов для команды Na'Vi. Ну, слушайте, Na'Vi нормально играет, адекватно. Даже, может быть, в каких-то моментах хорошо. Или, может быть, проли же как-то не особо. Ну, посмотрим. Посмотрим по второй карте. Это такая, знаете, первая проверочная карта. Команды друг друга узнают. Хотя друг другу команду уже давно узнают. Но против друг друга очень давно не играли. Забирают Рошана силы света. Силы, мы попытались подраться за него. Но слишком поздно пришли. Санкин через 3 секунды только появится. И Аегис у Кристаллайза. Как это будет? Там где-то Санкинг дает подкопы. Нашли тут у нас Спектрус. Просто не пробить. Санкинга видит. Юлка стоит. Тут же у нас Кристалл Нова летит мимо. Санкинг в опасности. Оракл его опять заселил. До Оракла надо убивать начальник. Дун, кстати, на Морфа повешали. Опять Дун врывался. Опять Дун врывался. Грамотно забирает у нас Морфа. Кристаллайз пытается жить. Но это только первая жизнь. Его забирает. Забирает еще и Битсмастер. Можно подцепить у нас Рубика. Рубика в опасности. Рубика зацепили. Можно еще и Спектрус. Спекра просто пытается убежать. Дун на Морфе до сих пор висит. Дун, кстати, не добил Морфа. Морф выживает. Эзерил это минус 4. Алена, ребята, есть у вас какой-то вопрос по доте? Спрашивайте все о Лене. Так, у нас атака тут. Пытается Дун забрать в самом начале драки. Не получилось. Дун успел бы кого-то прожать. Дун готов Дун раздавать. Кристалки пустуют свой ультимейт. Дун в кого-то дали. Я так и не понял, в кого. В итоге очень много урона от кристалки залетает. Это Рубик. Да, это... Это... Это Рубик. Рубик очень много полезного. Пайте сделал. В итоге минус 3, да? Или минус 4. Минус 4. Оракл выкупался в размер только на одного Дума. 2300 заработали силы света и 8400 опыта. О, для чего вот это было? Это мисклик или он Ассазума это прожимал? Я так и не понял. Просто секундно БКБ потрачено. Он еще после БКБ его находит. Какой же морфинь? О, как так можно было затупить вообще по жести? Прожал БКБ, просто так улетел. Вот тут же подловили и убрили. Ой, вот это просто... Это фейл года просто. Ну, заходит, заходит на хэгграунд команда силы света. Тут очень много крипов, катапульты. Настреливают всей команды. В итоге спектра там бьет как-то не нормально. Стан от Лины мимо. Санкинга подцепили. Дум прыгает. Кристаллик у нас очень мало хп, но у него есть Аегис. У него есть Аегис до сих пор. Падает Дем. Нет, не падает. Оракл его сэвит. Тут еще и стан по Ену. Лина закидывает ультимейт в Янга. Янг не забирает. Дем пытается выжить. Еул себя кладет. Вроде как выживает. Но падает сторона. Санкинг все-таки взрывается. Морфинг есть Бэйбэк вместе с Санкингом. Но не выкупается. Выкупается Санкинг. Почему Морфинг-то не выкупается? Выкупается Морфинг. Отцепенение, оглушение. Подцепили у нас Квапу. Почему так поздно выкупаются? Я ничего не понял. Почему так поздно выкупились? Можно было давно уже выкупиться Марфу и засейвить Квапу. В итоге не получилось. С Квапа без Бэйбэка умирает. 80 секунд ее не будет. И Силан Света отхилить Кристаллазе осталось и зайти по вторую сторону. Оглушение. Морфа находит. Эпилептик. Бэквэшка ужмет. Пытается на вайформе идти. Там Баша Прокет. Эпилептика. Урну повешали. Еще Станы. Эпилептика сейчас могут забрать. У него Бэйбэка нет. Напомню. Но это ГГ, ребят. Естественно, Вайпер пойдет в мид. Винга у нас пятерочка. Венжи, Фулл Спирит. Тайдхантер у нас троечка. Тираблэйд керри. Лина четверка. Как и на первой карте. Но. Смотрим, чем отвечает Na'Vi. Янг Джи. Мидер команды Na'Vi. На шторме в миде. Тимбер у нас троечка. Дроу Рейнджер у нас керри. Тренд протектор четверка. Оракл пятерка. Опять Оракл. Но теперь Оракл от команды Na'Vi. Что они... Что... Кто в курсе, ребят? Что вот пройдет же после ников? Какие-то они слова пишут. Что они значат? Что они значат? Значит. Понятно, что у Na'Vi это там спонсор у всех написан бэт. А вот у них какие-то непонятные команды. Так. Продиджи сделают First Blood и Epileptic. Эпилептик убивает Ильяс. Это хорошее начало для Терраблейта. И 302 голды на халяву просто. С комнатами. Ну, то есть отель там тоже будет, но не вся часть. Так. А у нас тут на сейв атака. Замедление. Сейв очень страдает. Дровка начинает расстреливать. Еще продолжает расстреливать. Приходит у нас тут Тайтхантер. Мультишот успел кристаллайз распестовать. В итоге 1-2. Там еще и Винга падает. Три. А что мы идем? Так. У нас тут что-то как-то Штору Спирит подставился. Оракл тоже можно подцепить. Тимберпилу закидывает Оракл. Спасти себя не может. Это минус 2. Ну, вот он. Вот он, видимо, для чего реводж этот кастовал. Я не знаю, прошло 2 минуты или нет. Но в итоге реводж понадобился. И заходит сразу на Рошана. Штору Спирит они будут 25 секунд. За это время Рошан может быть забран. Тем более у Терраблейта не там оборхоза. Прожатый. Кстати, выкупаются у нас Оракл. Неужели будут дефать этого Рошана? Точнее, попробовать этого дефать. Хотя у Метаборфоза скоро закончится. И Рошан не забран. Рошан не забран. Вот так вот. Так. Атака у нас на Лину. Лина у нас четверка саппорт. Ничего страшного. Шторм дальше летит. Слушай, Тайхантер подцепил. У него реводжа нет. Тайхантер не может впитывать. Тайда тоже будет забирать. Тайда тоже будет забирать. Что тут свапает Винга. Винга себя тоже подставляет. Пытается так уйти. Есть Блинк. На Блинке уходит. Спасается. Что? Спитер дарю дадан. На всю ману врывается. ДМ. Оглушение. Вортекс. Это минус 3. Делает команда на Вище. Слушай, на Тибера, мне кажется, вообще внимания не надо обращать. Просто тупо пытаться добрать Оракла и Тренд Протектора. Так, выходит у нас Терраблейд. Терраблейд тут один оказывается. Террор, надо свапаться, но он не успевает ничего сделать. Терраблейд пытается жить, не получается. Оракла нет. Нет Оракла в команде у Ксил Света. Еще и подцепили сейва вместе с... О, как же плохо Протеджи играет. Они просто отдают минус 3 очередные. Ну, а так вот, если сравнивать вот из тех городов, в которых я был, все-таки мне больше понравилось. Естественно, Сочи. Сочи такой, более такой современный город, нежели там Анапа, Геленджик. Так, на шторма тут атака. Еще один стан. Пытается его забрать еще раз. Хватит ли урона? Нет, не хватает. Янг-Джи выживает. Его там Оракл подхилил. В итоге ответная атака. Терраблейд пытается жить, безмолвы вести. Терраблейд пытается уйти. Терраблейда бьет. Дробка, надо меняться с дробью. Вемершн он меняется. Вемершн он тут же подхил от Оракла. Терраблейд просто стоит, ничего сделать не может. На Тибера ультимейт. В итоге Оракл пытается жить бессилия. Оракл живет. Тибера надо добить. Да добей ты Тибера, Вайпер, развернись. Что ты делаешь? Стан залетает Тибера. Оракл все сейвит. Забрали Фена. Ен тоже пытается что-то сделать. Не получается. Но. Ой, опять находит у нас тут Ена с Таном откидывается. Ну, минус Винга, ребят. Минус Винга. Вайпер пытается, смотрите, Тиберу что-то сделать не получается. Лина сюда приходит вместе со Штормом. Цепляет у нас тут Лину. Орчит на нее повышали. Еще и тут Вайпер подцепили. Нечем, нечем свапать. Нет Винги. Фен пытается жить. Уходит. Тут же Монто Стайл. Тренд протектор ультимейт. Пила залетает. Пила залетает. Тайдхантер. Ревач надо кастовать. Тайдхантер. Ревач нужно кастовать. А его нет. Его нет, потому что он в откате прыгнул. Пытался что-то спилить на себя. Пока в итоге Диэм через 10 секунд только появится. Ревач не может никак выжить. Пытается отбиться. Какой же подфит пошел от команды ВП. Они просто отдают одного героя за другим. И преимущество уже доходит до 10 тысяч. Силы тьмы готовы заходить на хэграунд. Силы тьмы на 25-й минуте готовы заходить на хэграунд. 10 тысяч уже они ведут. И просто будут терять сторону. Зачем Тайдхантер пошел спасать Вайпера без реваджа? Я так и не понял. Что мог сделать Тайдхантер, я не понял. Как его забрать, когда тут 10 тысяч ты летишь. Если брать экспуту, по XP уже 25 тысяч нави ведут. 25 тысяч нави ведут по XP. Это очень много. Это очень много. У дровки уже скоро 18-й появится. Пика есть, БКБшка есть. Монта Стайл скоро появится. Ну вот что дровки с БКБшка сделать? Ничего. Так, Паша, очень нагло играет. Можно паса забрать, но Oracle все сейвит. Очень поздний, очень поздно сдал ревадж Тайдхантер. Но все равно забрали Oracle. Oracle укупается, Timber пытается жить. Timber живет. Если бы пораньше сделал бы Ultimate DM, забрали бы тогда Timber, забрали бы тогда Oracle. А в итоге Эпилептик пытается выжить. Эпилептик даже не пытался Ultimate прокастовать. В итоге проигранная драка для команды Сил Света. Ну и на этом, мне кажется, ГГ можно проиграть. И к нему что-то летит, по-моему. По-моему, там что-то летит. Так, свап. Тут же Oracle забирает ревадж. Oracle успел себя подхилить. Какой же у него реакция? Какая же реакция у Ильиуса? Как он успел это сделать? Дровка там под БКБшка просто настреливает. Oracle свапает. Oracle все это время живет. Нет, Oracle забирает. Oracle забирает. Это время DM, где она там живет. Успевает выжить. Пытается Тираблейд как-то жить. Свапается здоровьем. Forstaff нету. Тираблейд сейчас просто умрет. Пытается забрать хотя бы Янг АДжи. Янг АДжи сейчас умрет от вайпера. От вайпера умирает. Может забрать дровку. Можно забрать дровку. Сейв начинает настреливать. В итоге, стан по двоим. Можно дровку забрать. Почему DM не бьет? Почему DM не бьет кристаллайза? Вайпер начинает настреливать. В итоге, успели забрать. Это минус 4. Но забрали Тираблейда. Шо тут на готове DM тоже. Машин просто в лесу. Всех палит. Всех видит. а его никто не видит и сейчас какая-то битва будет нормально позиционно сила света находится но если тимбер прыгнет как бы сразу все поменяется 42 минута 50 килов уже команды настреляли 14000 и так атака на пашу тут же стана где орако забираться ведь теперь не успел еще рассказовать у меня нет бэк а тераблейд пытается бкбшку простовать прокастую бкбшку атака на эмэш но вот сейчас ты вот сейчас тераблейд очень полезно тераблейт забрать кристаллазе если чем сбителю может быть урона хватит не хватает урона но забрали трента забрали у нас тимбер выкупается на лина и надо под этой метаморфозы забирать рошана арашан третий с аегисом с аганимом и сыром рошана заберут потому что без тимбера нави этого рошана никак не задефают рошана сейчас силы света заберут причем еще тайтхантер не потратил ревч почему-то хотя можно было подцепить у нас шторма допустим стали этого делать очень быстро рошан падает в итоге рошан для сил света не камбэк эту игру оставил осталось только 10000 было 15 но сейчас заберет пару крипчиков у него тоже будет байбэк ну и сейчас узнаем через сколько появится рошана так спорн спирт врывается терраблейд и терраблейд у нас без аегиса начинает раскастовывать бкбшку метаморфозы эпилептик очень сильно страдает от дровки начинает урон раздавать в тимбера тимбера можно подзабрать тимбера можно подзабрать хватит ли урона тимбер пытается уйти оракал его сейвит в итоге тренд протектор ой тайкхана кастует ультимейт в итоге тимбера так и не забрали тимбер до сих пор живет очень много урона залетает у нас терраблейд и терраблейд ничего не может делать какая же ошибка не забрать тимбера провальная драка и придется может быть даже терраблейд его купаться пытается где ему лететь но сбить есть через телепорт да просто убили просто пробили провальная драка но опять опять оракал опять оракал всех спасать собирайте книжку чтобы 25 скорее получалось не идут по центру не идут по центру идут на вторую сторону выкупается титхандер вторую сторону можно отдать ничего страшного ничего страшно если я дают вторую сторону это можно можно дэфить слушай ну как они почему они урок вот они бьют и ничего не понимаю не опять хулили в этого этого выкупается где рублей купо и терраблей тут же ультимейт от т.к. разград вайтера без б.б. к вайперу били без б.б. к у терраблейта нет метаморфоза терраблейта пытается убить Успевает Сандерка становить вторым протектора Тычки, летят, как же больно Бьет тропка, никто и ничего сделать не может Дием на себя внимание стягивает Но его тоже забрать, у него тоже нету байбека Это ГГ